Всем привет! Сегодня я хотела бы познакомить вас с новыми куклами Монстер Хай. Первая серия это Гиг Шрик. В нее входят Эбби Боминейбл, Фрэнки Штейн и Хоулин Вульф. В этой серии они являются такими ученицами, но я их называю ботанами, поэтому я тоже такой ботан. Я страшно умная. Ну да ладно. Переходим к следующей серии. Это Фрикки Филд Трип. В нее входят Клодин Вульф, Джи Джи Грант и Тора Лайстрайт. Коллекция Фрикки Филд Трип посвящена учебно-экскурсионным поездкам. Далее голова манекен для макияжа и причесок антистайлинг хэт. Чуть позже я вам покажу еще две новых серии. Это Глум энд Блум с четырьмя новыми куколками и восемь героев из нового мульта Хантед о призраках и привидениях. Но о них не сейчас. Ну а герои нашего сегодняшнего обзора это четыре куколки из серии Монстр Экченч, то есть монстры по обмену. Данная коллекция посвящена путешествиям. Девчонки из школы монстров едут по всему миру в самые разные его уголки и обмениваются опытом между школами. В серию входят уже знакомые куклы Лагуна Блю, Дракулаура и, конечно, две ожидаемые куклы Марисоль Кокси и Лорна Макнесси. Судя по названию коллекции Монстр Экченч, монстряшки путешествуют по миру не как туристы, а как ученицы. Что ж, давайте начнем нашу распаковку и начнем наш обзор с Лагуны. Хочу заметить до того, как я открою коробку, что все коробки с новыми куклами стали очень похожи на коробки кукол Эв Афтехайк. Именно они похожи тем, что лицевая сторона у них полностью сделана из пластика и кукла видна как будто в 3D. То есть можно разглядеть все ее детальки очень хорошо и по бокам все тоже прозрачное. Фланцы находятся с задней стороны коробочки, так же как и у Эв Афтехайк. Что ж, вскрываем. И вот так вот получается, как будто коробочка состоит из двух частей. И напоминаю, что у Эв Афтехайк также. Эта часть, она открепляется. В комплект каждой куклы входит расческа, подставка. Они находятся, как у Эв Афтехайк, в торце коробки. Дальше дневничок. Он вот здесь спрятан. Паспорт такой вот маленький. И сумочка. Сумочка довольно больших размеров и она очень похожа на чемодан. Что ж, теперь вынимаем куклу из коробки. Если вы хотите аккуратно раскрыть коробку, то вам придется потрудиться. Ну а если же вы вандально раскрываете, тогда можно просто все порезать ножницами. Но я буду открывать аккуратно, поэтому я сейчас буду все здесь вырезать. Вырезать. Ну а метод топорика никто не отменял. Так. Вот, я наконец-то ее вынула. У нее до безумия кучерявая прическа. Она такая красивая. Давайте, вот здесь в торце, как я говорила, есть подставка и расческа. Она обычная, стандартная, черного цвета. Вот, я уже достала. И вот она у меня. Я ее сейчас поставлю на поставку. Вот так вот это будет выглядеть. Вынимаем бирюзовый кокошник в виде гребня. И фиксируем на прическе. Вот так получается. Вот, собственно, ее паспорт. Лагуна поехала в Испанию, в прекрасный город Мадрид. Эта кукла ассоциируется с Ханни Свомп или с Хони Свомп из-за своей кучерявой прически. На лагуне Блю одето белое двухслойное платье с принтом кружочков. Ее черная обувь акцентируется испанскими розами. Теперь переходим к следующим куклам. Я не буду вам показывать, как я тщательно открываю каждую куклу, потому что я думаю, что это вам будет неинтересно. Что ж, переходим к распаковке Дракулауры. Ну и последний, заключительный момент – это вынуть ей хвост. Па-бам! Ура, 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 ура! Вот мы уже вынули все четыре куклы. Вот, посмотрите, какие они красавицы. И сейчас я вам про них расскажу. Начнем обзор с Дракулауры. Дракулаура отправилась в Сибию. Это крупный район столицы Японии – Токио. Ее голову украшает огромная розовая заколка в виде веера. Платье с принтом цветочков, паутинок и также веера. Обувь довольно оригинальная. Розовая платформа выполнена в стиле молнии. В Японии это называется Сабо. Следующий герой нашего обзора – это Марисоль Кокси. Марисоль Кокси – это новый персонаж в школе монстров. Она является дочерью южноамериканского Бигфута – человека с большими ногами и родом из монстр Пикчу. По аналогии с древним родом инков Мачу-Пикчу, что в горах Перу. Ее лучшие друзья – это Эбби Буменейбл и Лорна Макнесси, которая стоит рядом с ней. Ее главная особенность – это ее взрослое тело. Она ростом, как все мальчики, директриса Бладгуд, Нефера и Каста Фирс. То есть мы можем заметить, что Марисоль Кокси выше, чем остальные монстряшки, которые здесь представлены. Ошибочка. Волосы у Марисоль Кокси малиновые. Вся ее одежда пронизана латиноамериканскими или, точнее, перуанскими традиционными мотивами. По бокам можно заметить две накрученные прядки. Голову Марисоль украшает яркая зеленая шляпка-ободок. Цвет кожи у Марисоль светло-фиолетовый. Ее аутфит очень яркий, с принтами цветочков, следов людей, листьев и полосок. На подошве ее изысканных туфель есть следы стопы. Ну а сама стопа такая огромная. Давайте снимем ей ее изысканные туфли. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот я уже сняла ей туфельку. Вот, как видите, очень большая нога у нее. Она просто громадная, громадная такая, что до ужаса. Ноги и кисти рук с тиснениями волосяного покрова, как у снежного человека. Теперь переходим к Лорне Макнесси. Она является последним персонажем нашего сегодняшнего обзора. Лорна Макнесси, она также является новой ученицей, как и Марисоль Кокси в школе Монстер Хай. Ей 14 лет. Она дочь Лохнесского чудовища. И она родом из Шотландии. Это очень понятно по ее аутфиту. Ее лучшие друзья это Марисоль Кокси и Гилл Веббер. У Лорны голубая кожа, как мы можем заметить, с блестками. Причем на фотографиях кукла кажется обычной. Но когда вы видите ее в реальности, то можно заметить, что ее лицо блестит. И она становится такой необычной и яркой. У нее лицо сделано как будто чешуйки. Это так необычно выглядит. У нее яркие оранжевые волосы, милированные завитки. Голову украшает берет, который прикреплен к ее голове с помощью этих маленьких пластмассовых штучек. Лорна носит одну серьгу на правом боку. Черная конструкция выглядит как плавник снизу и идет наверх ей на ухо. У Лорны просто невероятный шотландский аутфит. Есть черный пояс с прикрепленным к нему ремнем через плечо. Лорна носит черные туфли на серой платформе. Платформа выглядит как маленькие кирпичи. Ее интересная особенность это то, что у нее есть плавники и хвостик. А руки у нее с перепонками, как и у Лагуны, например. Вот так вот со стороны они все вчетвером так смотрятся. Сразу можно понять, что Лорна Макнесси, она очень похожа на Хоулинг Вульф и на Твайлу. Потому что она такая маленькая, такая кроха. А Марисоль Кокси больше похожа на разных мальчиков именно по размеру. На директрису Бладгут, Неферу и Кассу Фирс, как я уже говорила. Ну, а по сути получается, что Лагуна и Дрекулаура, она у нас такая золотая серединка. Хочу заметить, что многие говорят, что в предыдущих выпусках Лагуна и Дрекулаура получались не очень. Что-то у них глаза не так. Но хочу заметить, что именно в этой серии они очень похожи на куколок из первой волны, то есть базовых. Как, например, Лагуна, возьму и Дрекулаура. Вот, я вам покажу для сравнения. Они довольно похожи, как я это уже сказала. У них очень хорошие молды, но и сами наряды очень красивые, пафосные и качественные. На этом наш обзор подошел к концу. Я надеюсь, вам понравились новые куколки. Пишите в комментарии, какая ваша любимая из этих четырех. Смотрите следующее видео и главное ждите их. Подписывайтесь на канал Be Cool and Crazy. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok